В Москве есть четыре улицы, названные чей-то адмиралом. Адмирал Лазарева, Макарова, Руднева и Ушаков. Однако три улицы здесь находятся в правиле Бутово, закрытые дороги. И только одна улица, названная чей-то адмиралом, находится в пределах МКАДа. И это как раз вот эта улица Адмирала Макарова. Ну, казалось бы, причем тут Адмирал? Должен связывать море, Москве, Речне, Гранске и Друг Москвы. В Москве нет, в этом не бывает. Там Москву, по-моему, все-таки море от Москвы въянуты. А там адмирал Макаров, даже если был ли вообще в Москве. А если еще и был, то, во всяком случае, конечно, не на этой улице, в которой тогда Адмирана не было. Они перебыли. Селла Коловино и Михалкова. Ну, и если и был, то как-то и с партизом, и с делом. И так, что он постоянно жил, об этом не знал. Но дело совсем в том, что, ну, может быть, название в каком-то смысле может показаться Куртиным. Однако дело вот в чем. Дело в том, что эта улица, она, собственно говоря, начинается в Ленинградском шоссе. Как раз недалеко от этой улицы, находится канал имени Москвы. Канал имени Москвы – это главная артерия нашего города. И, собственно, по этому каналу можно заплыть или походить, ездить в астровку. А это уже Каткейская улица. Ну, и, собственно говоря, по разным водным путям, как и иначе, можно, ну, так, как говорят, портить и морить. То есть, все-таки до моря доехать можно. И этот канал Москвы, он, как бы, связывается наш город с разными морями. Кроме того, на этой улице находится морская школа. Одна из немногих в нашем городе. Вот, собственно говоря, именно поэтому решили дать улице название в честь Копунина. Олега, выдающего историю. Ну, как-то так иначе, в связи с ним. Ну, выбор плавлен на генерал Макаров. Агенерал Макаров жил в XII веке. И прошел достаточно большой путь от Мичмана до командующего эскадрами Неземноморского и Волгойского плагона. Там родился морской пылье, окончил морское училище. Ну, а дальше был на разных плотах. И в Тихом океане, и в Черном море, и в Татистском море, и в Демном море. И, может быть, так помотался в огромной большой российской империи, которая тогда была по разным морям. Ему пришла идея переоборудования парохода великий князь Константин, чтобы он нес минные катера к местам стоянки подлинника, и там были как таковы. И это положило начало, разложило основу минным миноносным катерам, и торфедоносным катерам. Которые затем хорошо применили в разных плотах. Там адмирал Макаров участвовал в Брестской войне в 1877-1878 году, и в русско-японской войне. Ее он был в Брестской войне. Ну, кроме того, он еще был океанографом, поярным следователем. Он, помимо доспеха, подготовки к боям, он создал при этом книгу о тактике «Морского боя», «Морскую тактику». Ему же подбежит и разработка бронебойного наконечника, Макаровича, который значительно повысил поражающую силу мимо снарядов, противодружительных переводействий на противнике. Ну, а, так сказать, в мирное время он занимался следованием океана, следованием Крихова, ну, не только. Пришел в вокруг осветных путешествий. Он поступал за следованием Арктии, тогда была очень околебимая тема. многие хотели. Когда участка была плохо следована, многие пробирались туда на север, с полярным широтом, и урок колосса был разработан ради того Германа, на котором он же следовал. Потом путешествия, научные следования, поездки. Сначала из Кронштадта, то есть по льды Тенского залива, а потом уже туда, по Балинцевому морю. Италия, вплоть до Инвеликанса Осип, и Новый День. Провел там много исследований, ну, а потом, действительно, была Типовская война, он был отдачен автоматующими океанскими кадрами, и встречал в Корт Аркут, на Типовский пункт, и нужно ждать этого, на броненосный тропород. Подорвавшись на нем, как закончил, в общем, недолгий жизненный путь Адмиралу, ну, вот, перевыгивая, завеченная, по-другому. Улыста довольно большая, она имеет вид, такой, как бы, хитильный плюшки. То есть, сначала она вся прямая, а начало ее, оно, несколько, находится перпендикулярно. На одном, может быть, на карте. Находится она между метро Водный стадион Балайинский шоссе и Железной дорогой окружной, там, где сейчас находится станция Балтийская и Плаформа Железнодорожная МЦК, а раньше находилась грузоваясь там, забраться. Это станция, это среда, не работают несколько лет, по крайней мере, но, собственно, некоторые строения, сохранившись на последний момент, не оставшись, они находятся на науклировке, в проезде, там, за железной дорогой, и там же какую-то баню. Значит, часть этой улицы под ноги будут живые дома, в основном, если так, вот такие зоны будут слева, а справа находится фронт-зона, там, у Братцева промышленные предприятия, ну, и всякие там офисы, то есть, всякие неживые строители. такие мы только примечательны. Примечательно, да, морская школа, но, сначала, если мы пойдем от станции Балтийска, нам встретится огромная, какая-то продовольственная продовольственная проделать по горе, еще в 1950-х годах, это был такой сертифический запас, сейчас этой базы фактически нету, но там находится до сих пор новый складов, автосервисов, разные аренды, то есть, это огромная такая территория, бывшая такая, новая база, да, и занимает чуть ли не половину на этой улице. Делали, если взять ее в четвертый фактическая половина, эту базу давно, хотя, с институтом там жилые дома, решение будет так уже принято, но с реализацией запасовывают несколько, ничего так просто, и большая территория. Затем, если мы посмотрим от нас слева будет военный архив, очень непередная организация, это фактически главный военный архив, там находятся военно-стоительские документы, еще в двадцатых годах, их вплоть до 2000-х, вот, что касается великотечественной войны, еще Красной Армии, гражданской войны, итальянской войны, ну и так далее, многих войн, все, что к ним относится, все документы, в том числе по личному составу, карточки на каждого военнослужащего, похожие списки, о импрессиях НГВД в те годы, все это, в общем-то, находится в этом архиве, очень большая архив, там несколько зданий, и сюда, конечно, приезжают специалисты, занимаясь историей изучением их покрытия. Кроме того, дальше мы, если пойдем в морскую школу, сейчас это называется Лучебные спортивные и технические центры, в морской школы, где обучают на моряков, на капитана, на водолазов, на механиков судов, в общем, короче говоря, всех членов бригады, и тех, кто так или иначе отслуживает морской . Ну, кстати, довольно скромное школьное здание, где выделяется гикаря и корабельных ушек, которые рядом находятся, раньше еще был музей морской . А здесь обычное школьное здание не примечательно, Такое непримечательное. Там же есть пир, есть срокоматальные кружки и вообще изучают суда, строение слуха, строение слуха. Практически занятия, конечно, походят в водой. Первый научный вокзал на канале Москвы, там они уже запустят и не используются. В общем-то, это морская полная обладная минута на Москву. Учебное заведение под такой учеником. Ну и вот есть тоже школа на канале Москвы. Недалеко от канала Москвы. Тоже день, который будущих моряков и страниц. Еще есть примечательность данных отметим. В Тарбове были немский причал. Не говоря ни о нем, это главная река Санкт-Петербурга. Ну, подобно тому, как... Это главная река Москвы. Мы так решили назвать интерес самым оборвленным стирным стиль, как он суровым. И не примечательное. Здесь, наверное, галереи, балконы большим, которые тянется от него из того пасада зданий, в которые можно прогуляться. Там есть кафе, магазином. Красивый вид оттуда открывается. Ну, на самом деле очень хорошая прогулочная жизнь. Также на этом улице находится инструкция генеологии, микрордиологии, Мегавречевского. Созданного в очереди в 2020 году. Ну, а здесь находится в 1950 году. Занимается, понятным проблемами микрордиологии. Казается, генеологии, разработанных вакцин на трактную болезнь, на трактную вирус, в первом институте институте и так далее. Ну, то есть вот такой болезнь. Название культурного организма. Здесь же находится болезньника, диагностический центр, который может получить помощь. Когда мы выйдем, если уже в конце улицы, то увидим такое маленькое здание. Это дорожное строительное управление Северное, которое занимается ремонтом. Разными работами по автомобильным дорогам. Номерные дорожные полотна. Это такой, как и есть барак. Очень красивый, но довольно замечательный здание. Потому что оно же довольно старое. Благотажное. Кроме того, на эти вот довольно обживые домы. Они 2-5 этажей много. И 12-этажные дома. И немного 14-этажные. В основном они все еще 50-60-х годов построили. И только уже в конце улицы. Не было дома. 50-х годов построили. В любом случае, все в советское время дома. Наверное, кто-то здесь носит. По программе обновления жилья. А дальше там идет строительство новых домов. Но это уже происходит не на этой. А скорее за этой улицей. Ближе к Головецкому 6-й. И пока за галереей местных причалов. И на центром Адмирал. Там идет строительство. Маяковский. Невский. На территории бывших Ромжалов. Но вообще на этой улице можно погулять. Особенно при этом. В конечном отрезке. По метроричному вокзалу. На поблице Стрелик небольшой. Правда, там мало скамейков. Но так приятно погулять. И дальше туда пройти. Маяковский печал. Адмирал. И дальше выйдет Выборгская улица. Там дальше можно повернуть. И пройти. У Сергея Михайловского. И в Тобор по Национальной. Ну а можно пройти и дальше туда. В Аховнике Малкейска. Здесь уходит. Ну и так. Но там уже ничего интересного не будет. Там будет только в том доме. Там будет ли тут. Там у нас не было. Довольно. Продолжение следует...